Несколько последних видео у нас были сборки в районе 100 тысяч рублей, но надо также делать и бюджетные сборки. Сегодня это исправим, ведь цены приятно изменились. Вы на канале интерлинка, это рубрика «Что собрать?», где я подбираю комплектующие под ваш бюджет. А на какую сумму сделать сборку в следующий раз? Обязательно пиши в комментариях. А сегодня актуальная сборка 2022 года за 50 тысяч рублей. По такой цене можно купить только RTX 3050 у перекупов. Но мы справимся. Начинаем, как всегда, с процессора. Для того, чтобы его подобрать по выгодной цене, заходим на e-каталог. Для этого переходим на вкладку с процессорами и в удобном фильтре выставляем интересующие нас параметры. Сборку я хочу обязательно в процессоре от Intel, выставляя это в фильтре, а также бюджетом не выше 7 тысяч рублей. В итоге по нашим параметрам нам очень подходит процессор Intel Core i3-10105F. По нему и переходим. Всегда перед покупкой товара первым делом нужно прочитать отзывы. И видим, что по отзывам все владельцы камнем довольны, особенно в играх. Его и берем. Теперь давайте выберем самое выгодное место для покупки. Для этого нажимаем на сравнить цены и фильтруем по цене. Получаем, что сейчас этот прос можно купить всего за 6 790 рублей. В общем, алгоритм понятен. Для выгодных покупок, комплектующих и любых других товаров, я сначала захожу на e-каталог, а после иду в магазин. А чтобы и ты покупал выгодно, ссылку на e-каталог и сегодняшнюю сборку я оставлю в описании под видео. А мы переходим к нашему процессору. Выбрал сборку Intel Core i3-10105F. Вышел процессор в 2020 году на сокете LGA1200. Архитектура Comet Lake S. Выполнен по 14 нанометровому техпроцессору на борту 4 ядра и 8 потоков. В базе ядра работает на частоте в 3700 МГц, а в бусте получаем 4400 МГц. Кэшл 3 уровня составляет 6 МБ. Работает процессор с памятью DDR4 на частотах до 2666 МГц и объемом до 128 ГБ. ТДП процессора составляет всего лишь 65 Вт, то есть проблем с охлаждением не будет. Версия PCI-Express 3.0, а его цена составляет 6790 рублей. За свою цену отличный камень, но можете уже смотреть и в сторону 12-го поколения. Из минусов там материнки дороже. Ну, намного дороже, подобная сборка есть на канале. Для этого камня берем материнскую плату Gigabyte H510M S2, вышел плату в 2021 году, форм-фактор платы MicroTX. Сокет, соответственно, LGA1200. Построена плата на чипсете Intel H510, есть два слота по TZU типа DDR4, работающие на частотах до 3200 МГц. На плате распаяны 4 слота порта и один разъем под M.2 NVMe, версия PCI-Express 4.0, а цена платы составляет 5199 рублей. Для бюджетной сборки отличная плата. Оперативную память в эту сборку взял Adata XPG Gamics T20, двумя плашками по 8 ГБ, суммарный объем получаем в 16 ГБ. Память прошлого года выпуска в базе работает на частоте в 3200 МГц, с таймингами 16-20-20. Цена за комплект 5799 рублей. Отличная ЗУ при своей цене, и да, для всех комментаторов, она запустится на этой частоте. Охлаждать процессор будет башня ID Cooling SE903-V2, она может рассеять до 130 Вт тепла за счет 3-х медных теплотрубок и вентилятора на 92 мм. Цена башни 1150 рублей. Этого охлада для нашего камня с запасом, но можете взять и боксовый охлад, просто будет чуть шумнее. Из накопителя ставим только SSD M.2 NVMe Kingston NV1 на 500 ГБ, скорость на записи у него 1700 МБ в секунду, а на чтение получаем 2100 МБ в секунду. Ресурс записи в 150 ТБ, а его цена стоит 4599 рублей. Для системы игр пойдет, а если этого объема мало, то можете докинуть еще один хард на 1 ТБ. Стоять все комплектующие будут в корпусе Zalman i3, вышел корпус в 2018 году форм-фактор Mi Tower. В комплекте 4 винта, 3 на вдув и 1 на выдув с белым свечением. Сбоку есть закаленное стекло, цена корпуса 3899 рублей. Если хотите сэкономить, то можете просто взять корпус на БУ рынке. Питать нашу сборку будет блок питания Cooler Master MVE500 Wide V2, блок питания 2019 года форм-фактор ATX. Есть все технологии защиты, такие как защита от перегрузки по мощности, по напряжению, защита от перегрева, от пониженного напряжения, а также защита от короткого замыкания. Сертификация 80+, стандарт. Мощность по 12 вольтовой линии 540 ватт. Цена блока 3499 рублей. Сейчас за эту цену реально топовый блок питания. Переходим к видеокарте. И в данную сборку мы берем БУ видеокарту Sapphire AMD Radeon RX 570. Вы же можете взять любого другого вендора, это просто самый популярный. Вышла карточка в 2017 году. Чип построен по 14 нанометровому техпроцессу. В базе ядро работает на частоте в 1168 МГц, в бусте на частоте в 1284 МГц. На борту 4 гигабайта видеопамяти GDDR5, версия PCI-Express 3.0. А ее цена на был рынок составляет 20 тысяч рублей. И это средний ценник по России, но ее можно взять и за 16-17 тысяч рублей. Но проверяйте их тщательно, так как многие из них были в майнинге. В итоге весь ПК обошелся нам в 50 тысяч и 95 рублей. За такую цену получаем хорошую производительность, которая позволит нам поиграть во многое. Но сейчас многие напишут, что бюджетные сборки одинаковые и различаются лишь по видеокарте. Да, так и есть, к сожалению, в сегменте ниже 70 тысяч рублей. Основные различия это именно по видеокартам. Ведь бюджет на AMD уже не бюджетные, а новое 3 12-го поколения стоит дорого. А материнки на него также стоят неадекватных цен. Но давайте посмотрим, на что же способна наша сборка в играх. В этот раз тест я взял с канала FrameOne. Ссылка на оригинальный ролик, как всегда, в описании. Начинаем сегодня с Forza Horizon 5. В Full HD на минимальных получаем 138 кадров. На ультрак 65 кадров в секунду. Fortnite Full HD на минимальных 216 кадров. На ультрак уже 53 кадра в секунду. Пап Full HD ультра настройки 83, минимальный 151 кадр в секунду. Call of Duty Warzone минимальные настройки, получаем 89 кадров Full HD. На ультрах уже 67 кадров. Киберпанк 2077, Full HD минимальный, получаем 55 кадров. На высоких уже 29 кадров в секунду. Red Dead Redemption 2 в Full HD минимальный, 83 кадра в секунду. На ультрак 33 кадра и местами фрезы. Вот такой отличный ПК вышел за 50 тысяч рублей, который с комфортом позволит вам поиграть во многие. Вся сборка есть по ссылке в описании, а если ты хочешь заказать сборку, то пиши в ЛСВК. Всем спасибо за просмотр, с вас как всегда лайк, подписка на канал и комментарий. Всем пока!